Тумсо, привет! По поводу российских солдат, которые вторглись на территорию Чараи с оружием. В первую кампанию к вам пьяные генералы посылали много срочников. 18-20-летние пацаны, прошедшие три месяца учебки, находящиеся в армии под угрозой уголовного преследования. Как быть с ними? Жаль ли тебе их? Привет, Станислав! Нет, мне их абсолютно не жаль. На войне не бывает такого понятия, как жалость. Они, вот эти 18-19-летние пацаны, эти призывники, о которых ты говоришь, они пришли с оружием в руках для того, чтобы убивать меня и всех членов моей семьи, мой народ. Поэтому их не жаль. Их должно быть жаль не мне, их должно быть жаль тем вот этим самым генералам, российским политикам, которые их туда присылали. Вы должны понимать, что эти солдаты, их не убивали, придя к ним домой, их убивали на нашей земле, защищаясь от них. Поэтому мне их не жаль. Конкретно, лично, там, каждого, да, какой-то, там, войти в его какое-то положение, там, каждую историю каждого, да, может быть, послушав, там, прочитав, о чем-то мне, может быть, станет жалко. Но это война. Там не бывает такого. Тебе жалко немецких солдат, которых точно так же под угрозами гнали на Советский Союз? Тебе жалко их? Нет. Не бывает на войне таких понятий, как жалко, не жалко. Пленного человека на войне, вот пленный солдат или офицер, кем бы он ни был, он является валютой. То есть это человек, которого взяли в плен, и он нужен только лишь для того, чтобы его обменять на своих пленных. Либо чтобы выставить условия какие-то, выставить их каким-то живым щитом, там, и так далее. Для этого нужны эти пленные. Они их не жалеют. Да, может быть, конкретно этого пленного солдатика тебе будет, может быть, жалко, ты войдешь там в его положение. Но надо понимать, что это война, и когда будет, станет вопрос о том, чтобы делать или не делать, ты сделаешь. Тебе не будет в этот момент. Да, может быть, будет жалко там тебе внутренне, но ты сделаешь, потому что интерес своего народа, он важнее. Тут работает принцип, как для тебя ближе твоя мать, чем мать чужая. Тебе ближе член своей семьи, чем кто-то другой, и так далее. Ты с такой точки зрения на это смотришь. Я из своей жизни расскажу вам одну ситуацию, когда, по сути, мою жизнь спасли российские солдаты. Где-то в 2001 году это было, тогда еще был комендантский час, и мой дядя должен был жениться завтра. Это мой дядя по материнской линии. А мои родственники, моя мать, она родом из Старых Атагов. И вот мы и находимся, значит, в Грозной в этот день. И мы должны до вечера, до начала комендантского часа, мы должны добраться до Старых Атагов. Это приблизительно 25, по-моему, километров от Грозного. И так получилось, что он должен был завтра жениться, и он как бы в этот день, типа последний свободный день, он, в общем, там с своим одним товарищем старым, он заседал. И они, в общем, засиделись. Засиделись почти до самого комендантского часа. И, в общем, так получилось, что мы вышли с ним уже слишком поздно. И мы сумели с тремя пересадками добраться до поворота Чичинаула. И когда мы добрались до вот этого поворота Чичинаула, уже было темно, и комендантский час был в разгаре. И вот мы, значит, выходим там, эта маршрутка поворачивает на Чичинаула, мы оттуда выходим, и нас, по-моему, 6 или 7 человек. Две женщины, это, по-моему, была мать и дочь. Я с дядей, и еще, по-моему, двое, 6 нас было человек. И вот у нас такое совещание происходит. Мы, значит, совещаемся, что нам дальше делать. А молодой один из тех, кто с нами, а мы все должны идти в старые Атаги, то есть все Атагинские. И вот этот молодой говорит, там дальше он говорит, нет постов. А я ему говорю, я тогда маленький, но я ездил там постоянно, я говорю, на перекрестке Бакинском, я говорю, есть пост. И плюс у въезда уже в Атаги там есть мельница. И там тоже, я говорю, сидят российские эти военные, ССГ. А он мне на это говорит, пост на Бакинке, он говорит, на перекрестке, это дневной пост. Они днем стоят, вечером они оттуда снимаются. А эти, говорит, российские, которые сидят в этой мельнице, они говорят, типа, тоже с дороги заходят к себе, и они нас не увидят, мы, типа, незаметно пройдем. Я с ним спорить не стал, думаю, но мне хотелось в этот момент верить, что это действительно так, потому что мы должны добраться. И мы, в общем, идем, трогаемся в путь. И вот когда мы подходим уже к этому перекрестку Бакинскому, где-то вдалеке мы видим, что двигается в нашу сторону колонна. Мы видим эти фары. Ну и слышим мы технику. Видим эту колонну, но мы идем на нее. Мы думаем, что, ну, подумаешь, там колонна едет, они нас увидят, мы просто рядом пройдем, мы настолько наивны. Мы идем, значит, в сторону этой колонны. Никто из нас не подозревает, что это смертельно опасная ситуация, что к этой колонне идти нельзя. И вот мы идем, значит, к этому перекрестку, мы подходим. В этот момент я смотрю на, с правой стороны, там такое недостроенное двухэтажное здание было, прямо на этом перекрестке. И я смотрю на это здание, в ожидании, я пытаюсь понять, есть ли там военные или нет их там. И мы вот так идем, идем, идем в сторону этой колонны, навстречу ей. И в этот момент оттуда крик с этого здания. «Стоять!» Мы останавливаемся, женщины начинают кричать, не стреляйте, это мирные люди. Они что-то кричат, стоять, не двигаться. Мы стоим, эти женщины кричат. В этот момент они пускают одну сигнальную ракету над нашими головами. Ну, освещают нас, понять, действительно, мирные мы люди или нет. Значит, проходит одна осветительная, потом они все это время нам кричат, чтобы мы не двигались, чтобы мы стояли, потом еще одну они эту сигнальную осветительную кидают. В общем, они пытаются убедиться, что действительно это не какая-то провокация, что это не нападение на них, что это действительно мирные люди. И, в общем, вот эти две осветительные, мы стоим вот в такой непонятке. Эти женщины без остановки кричат, что мирные люди, не стреляйте, пожалуйста. Они что-то там нам командуют стоять, не двигаться. И вот в этой ситуации он, этот человек, который нам кричит, а у них там какой-то командир, он замечает эту колонну. И вот в этот момент он ее заметил, и он начинает в панике кричать нам, ругать нас матом. Я не буду сейчас это цитировать, то, что он говорил. Но он кричит, давайте, мол, сюда, бегите, он говорит, сюда, бегите. А как бежать, там такая колючая проволока спереди, натянутая такая, не вот эта вот рулонная, а вот просто такая бывает, одинарная такая, которая вот раз-два так ее натягивает, и на ней написано мины, то есть у них как бы периметр заминирован. И он нам говорит, бегите, говорит, сюда, через вот эти вот мины. И мы в замешательстве, мы ему говорим, мины, мины, он кричит, там что-то вашу дивизию, бегите, беги, говорю он, бегите сюда. И мы, в общем, на пролом бежим через эту проволоку, прыгаем. Они нас там принимают, уже которые внизу, и у них там такой этот, как он называется, зод, по-моему, да, вот эта бойница, где бетонные такие эти с бойницами, зод, по-моему, это называется. Туда они нас, значит, всех сажают, говорят, сесть, нас всех сажают. И этот, вот этот командир, он нас, продолжает нас ругать. Он говорит, вы что, идиоты, вы куда идете, вы что, не видите, он говорит, колонну? Мы говорим, видим, что? Да они же, он говорит, вас убьют. Вы что, говорит, дебилы? Как можно идти на колонну? Они же как опасность вас распознают, они вас всех там типа уничтожат. И вот только тогда мы поняли, насколько мы действительно делали глупую вещь. И вот мы сидим, значит, подъезжает эта колонна туда на пост и останавливается на этом посту. И я тогда впервые понял, насколько нет никакой слаженности, какой-то согласованности, какой-то связи между российскими военными. Потому что они, на этом посту стоящие, они боялись, что эти военные на этой колонне, что они откроют огонь по ним, не поняв, что это свои. И он постоянно говорил этому своему подчиненному, чтобы он сигнальные ракеты стрелял с них. Они три или четыре сигналки еще выпустили. Чтобы просто те распознали их как своих, чтобы не открыли огонь. То есть у них не было, допустим, я себе как это представлял? Я думал, что если колонна откуда-то двигается, допустим, с Шатоя, на Ханкалу, то они предупреждают все посты, что будет колонна. Также предупреждают колонну, где эти посты, чтобы те знали. А на самом деле, оказывается, ничего такого у них нет. И в общем, эта колонна потом уезжает, и этот военный, он потом нам говорит, дело ваше, он говорит, мы вас отпускаем, хотите, идите до отагов. Но я вам не рекомендую, я вам рекомендую вернуться сейчас в Чеченаул, переночевать, и потом вы, значит, на следующее утро поедете в Атаги. Но мы его не послушали и пошли в Атаги, и в эту ночь мы добрались благополучно домой. И к чему я рассказал эту историю? Вот это вот вроде бы как ситуация, да, когда какой-то позитивный момент, да, российский военный, по сути, спас нам жизнь. Если бы там они нас не остановили, дали бы нам дальше пойти на колонну, нас, возможно, там бы всех положили. Или они могли бы сами, допустим, открыть огонь и нас всех положить, сказать, что ночью, комендантский час, стреляем без предупреждения. Но при этом они нас как бы спасли. А вот теперь, допустим, представим себе, что я военный, что я воин, я муджаэт чеченской армии. И вот ситуация, когда вот этот есть военный, есть вот этот пост, который в данной ситуации спас мне жизнь. Но мне теперь завтра надо идти в атаку на этот пост. Остановит ли меня то, что вчера, там, или месяц назад они спасли мне жизнь? Конечно, не остановит. Потому что да, это война. И несмотря на все эти моменты, война есть война. Ведь на войне убивают. Поэтому война это очень плохая вещь.